Когда чаша терпения переполнилась, житель Зеленогорска весьма почтенного возраста стал фигурантом дела об убийстве. Убийстве собственного сына. Накануне мы рассказывали о трагедии в курортном районе. Перед Новым годом пожилой отец не выдержал издевательств сына и несколько раз ударил его палкой по голове. Владислав Беляков поговорил с теми, кто хорошо знает подозреваемого и понял, почему суд сегодня не отправил пенсионера за решетку на время следствия. Валентин Колпаков, 74 года, наручники, строгий конвой, суд. Для пожилого мужчины все это впервые, но может стать привычным надолго, потому что он лишил жизни собственного сына, чьи издевательства так долго терпел и однажды не выдержал. Трагедия произошла в этом частном доме на улице Госпитальной. Сын вновь пришел домой нетрезвым, на этой почве вспыхнул конфликт с отцом. Слово за слово, пожилой человек схватил палку и сгоряча несколько раз ударил отпрыска по голове. Когда понял, что убил, испугался и перенес тело в машину. Мертвого сына Валентин Колпаков отвез в лес к поселку Ушково. Вынес из машины, схватил за одежду и потащил к коврагу. Я пихнул, он по снегу так и поехал туда. Забыть случившееся, как страшный сон, не получалось. Да и невестка, с которой сын Дмитрий расстался в прошлом году, после чего поселился у отца, стала задавать вопросы. Так что после Нового года Колпаков-старший отправился писать заявление. Можно сказать, что он по ее настоянию обратился в полицию о пропаже без вести своего сына. А через несколько дней в итоге он решил признаться. Решил сообщить, что он его убил и вывез труп. Говорит, что совесть ему не позволила больше молчать. В наследственном эксперименте пожилой мужчина подробно рассказал и показал, как совершил убийство. Сколько ударов примерно вы нанесли? Я не считал, я потом тут отсел. Колпаков-младший переехал к отцу после того, как расстался с женой. Та устала от его выходок, терпеть которые теперь приходилось престарелому отцу. Нигде не работал, злоупотреплял спиртными напитками, ввел социальный образ жизни, не давал ему спокойно жить, состояние алкогольного опьянения провоцировало конфликты, в том числе бывало с рукоприкладством, либо угрозами применения насилия в отношении своего отца. В отличие от своего сына, Колпаков-старший продолжал работать, несмотря на преклонный возраст и болезни. Трудился водителем в жилком сервисе курортного района, еще и в такси подрабатывал. Часть заработка отдавал бывшей невестке, для внуков. Его коллеги по работе до сих пор не верят в произошедшее. Говорят, человека добрее и ответственнее, чем он, не встречали. За 16 лет работы, то есть спокойнее человека я не видела. Очень ответственный, добросовестный, доброжелательный, внимательный. Мы до сих пор в шоке от всего, что произошло. Никто даже не мог подумать, что дойдет до такого. Сотрудники предприятия признаются, что их пожилой коллега старался не показывать, что у него проблемы дома. Но иногда все же жаловался им на сына, который его третировал. Когда душевная боль уже становилась невыносимой. Были моменты, были дни, когда он приходил на смену. Видно, что он в таком стрессовом состоянии. Когда начинали расспрашивать, что случилось, были моменты, что он начинал плакать. Говорил, что сын достал, говорит, я не знаю уже, что делать. Лечиться он не хочет, работать не хочет, семье помогать не помогает. Друзья Валентины Колпакова уверены, чашу родительского терпения переполнило исключительно поведение сына. А пожилой отец, по их мнению, просто не мог больше выдерживать пьяных выходок, хоть и родного, но такого жестокого человека. Сын ужасно себя вел по отношению к отцу, это я знаю. Он мне много раз говорил об этом. Результат какой-то должен был все равно произойти. Ну не убийство, но какое-нибудь. Тут борьба шла не на жизнь, а на смерть, можно так сказать. Есть такое понятие – длительная психотравмирующая ситуация. Это не аффект, в результате которого человека, как правило, освобождают от уголовной ответственности, но близко к этому. Люди в погонах и в мантиях, как правило, видят, что перед ними не совсем злодей, а скорее жертва – чаша терпения, которой однажды переполнилась. Март 22-го. Фрунзенский районный суд огласил приговор молодому петербуржцу, который зарезал отчима. Его пьянство, издевательство над собой и матерью парень терпел 10 лет. Когда домашний тиран в очередной раз поднял руку, не выдержал. Получил три года колонии. В два раза меньше нижнего порога наказания по статье убийства. А в Кировском суде пенсионер, который тоже прежде не имел проблем с законом, в декабре вообще получил условный срок. За то, что в порыве отчаяния отправил на тот свет соседа, который несколько лет отравлял существование всех жителей коммунальной квартиры. Ни одна из сторон приговор обжаловать не стала. Окончание расследования своего дела Валентин Колпаков, которого задержали накануне, будет ждать под домашним арестом. Сотрудники Следственного комитета совершенно резонно не стали требовать самой суровой меры. Зеленогорский районный суд с такой позицией согласился. В конце концов, все понимают, даже остальные нервы от постоянного напряжения могут порваться. Владислав Беляков, Степень защиты. Валентин Колпаков